добрый вечер всем сегодня у нас 20 августа 2022 года ну и думаю надо сказать немножко недолго несколько слов но о том что у нас тут происходит ну в общем то погода у нас такая знаете ну как сказать не то чтобы жарко не то чтобы холодно примерно где-то держится 27 градусов а вот завтра послезавтра и последующие дни так и будет у нас дождей как не было так нет ничего значит у нас так знаете пока пела чуть-чуть тут несколько ну некоторое время и в общем то все опять также сухо и в общем то так же все как обычно вот ну же люк вот сегодня съездил на свои охотничьи угодья тоже там приготовился вообще-то у него сегодня должны был открыться сезон охотничий охотничий сезон но не открылся почему потому что ну во первых нет воды на озере озеро полностью высохло кошкой такой знаете покрылась вот у нас какие-то приготовления не с сыном ну и с друзьями делали еще что-то в первой половине там побыл потом вернулся домой а вот ну и в общем то ну не то чтобы я не сказал чтобы он сильно расстроился нет как бы не показалось что прям расстроен расстроен вроде как нормально и ну принимает как говорится что делать вот а у них так что если воды нет то вот эта охота вот то что начинается этот сезон охоты и такую охоту которую он использует нужно обязательно чтобы была вода если воды нету значит нет это его этого этого вида охоты вот вот так вот ну поэтому в общем вот так у нас все ждем дождя ну как бы синоптики нас прогнозируют что до третьего вроде как сентября больших дождей не ожидается дальше говорю что я спрашиваю жанлю конга дальше не знаю дальше будем ждать прогноза погоды но вот так у нас знаете как-то облака такие тут тучи ходят над нашим городом вот они сегодня целый день ходили над нами но дождя как не было так нет вот что еще я вам хочу сказать ну что у нас тут так происходит то ничего такого как бы особого то не происходит вот немножко несколько слов скажу что у меня дочка в городе как завтра выезжает уже из россии так в скором времени будет уже здесь во франции вот сколько там они ну не знаю через какие страны они летят пока ничего не знаю потом все спрошу все узнаем вот но вечером завтра в общем-то покидает уже ну свой город ураль наш уральский город вот так это у меня такая ну хорошая новость у себя своих внуков тоже увижу немножко с ними побуду здесь тоже как бы перед школой потому что 1 сентября как у всех во франции вчера еще специально календарь открыла школьный календарь и написано что по школьному календарю в этом году школа начинается у всех 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 1 сентября хотя у нас бывает по-разному здесь но это вот так вот это вот такие у нас как бы тут ну небольшие новости завтра мы идем жанлюком на а пикник решили сделать его давай жанлю пойдем с тобой на пикник ну чё говорю дома будем сидеть надо нам с тобой куда-нибудь выезжать говорю постелим плед и лягем даже отдохнуть после допустим по покушаем и потом ляжем спать вот так ну не спать а я почитаю книжку возьму так полежать а он может и уснуть потому что он взял в привычку уже сейчас отдыхать днем вот это потому что устает как-то вы знаете вы как-то устаём не знаю почему может быть это вот из жары из-за жары было такое что у нас какая-то усталость знаете такая вот я вообще стала уставать сильно ну вот сегодня видите посоветую там вы мне кто-то посоветовали и дочь моя посоветовала сходила я в аптеку и купила я вот эти вот микроэлементы и витамины попробуем мы пропить 15 дней посмотрим если нам но покажется что у нас очень хорошо все нормально мы еще с ним купим еще такую вот упаковку потому что оба устали оба в общем-то хочется но немножко может быть действительно устали того что нехватка может быть вы мало все знаете из нас это жара вот как бы ну было жарко в общем может как-то все из нас и вышли все витамины но вот так вот так это я об этом хотела сказать что еще хотела сказать ну мальчик у нас внук жанлюка луис маленький он у нас опогостил все прошло очень хорошо все великолепно прошло мальчик неплохой хороший то есть никому они на это не надоедал все было очень хорошо ну единственное что я хочу сказать я как бы это по моему уже там где-то видео и говорила что конечно ребенку маленькому ребенку он занять себя не может хотя до этого его папа говорил что он сам себя хорошо занимает нет он сам себя занять не может нужно чтобы ему хочется он все время так смотрит таки своими глазками ему хочется чтобы с ним кто-то занимался ну то есть какое-то время он немножечко вроде как занимается а потом ему нужно обязательно чтобы с ним ну что-то как бы как это сказать чтобы на него обращали внимание вот ну и естественно своего дедушка жанлюк он быстренько оп в гараж убежал там закрылся что-то делает делал все время у меня нужно было готовить от постирала его вещи кое-что там под зашила его посмотрела там него порвалась ну футболочка не пришлось под зашить вот то есть мне такие дела были надо было готовить и насос накрыть ну и в общем-то особо с ним заниматься у меня времени не было поэтому я пошла туда вместе с ребенком гараж и пригласила дедушку заняться ребенком не знаю что говорит то не дело раз ребеночек здесь маленький ему хочется с тобой пообщаться чем говорю сидит один сам собой вот сам собой разговаривает что видно вижу что глазки грустные ну естественно выманила я этого дедушку и в общем-то он с ними занимался и спать ему тоже не разрешала днем потому что мальчик так расстроился это я не хочу спать но понятное дело что ребенку что он спать пришел сюда ну поворачивать воронлю поворачивался поворачивался я говорю ты включи какой-нибудь может передачу посмотреть вам месте где может стремнешь а он то посмотрит но только найдите что-то интересное для вас ну в общем вот так такими вот мы всякими как говорится вы развлекали то есть насколько мне показалось ему было хорошо но естественно что он потом заскучал захотелось ему папе мы это увидели почувствовали прямо вечером вот первым но в первый день да он когда уже у нас как бы день закончился и он попросился позвонить и поговорить с папой то есть ему рассказывал что он делал прямо так захлеб ему рассказывал ребенок это все-таки ребенок и ему нужны родители это тоже верно вот что еще хотела сказать по поводу наверное его ну папы но папа тоже когда пришел тут пытался мне знаете ну начиная начал мне какие-то там как бы какие-то условия как нужно его я ему сразу сказала узнаешь что ты мне скажи общие какие-то рекомендации там что ну а ребенке потому что каждый ребенок он ведь не одинаковый а такие вот рекомендации сколько кормить сколько чего давать я говорю я сама знаю вот только единственно скажу что он любит что он не любит остальное говорю я справлюсь я у меня были дети у меня есть дети уже что чем накормить ребенка то есть я знаю лишь бы только не дать то что он не любит ну и все и мы как бы на этом порешили он говорит ну да я понял я не надо меня учить что там куда сколько ложить чего помыть это говорю я сама все знаю вот ну в общем то ну вечером дедушка его мыл вот я заставила дедушку купать ребенка потому что ну все равно грязненький такой ну побегал запачкался ну вот так это вот я про это вам хотела рассказать что знаете еще так подметила лично такие мои вот ну наблюдение знаете я вам единственное могу сказать вот часто слышу что ну говорят что в европе мужчины они очень-очень такие знаете заботливые они очень такие ну я своих детях как бы ну смотрят а я тут по-другому по-другому могу вам сказать просто законы во франции не такие в частности во франции не такие как допустим но у меня в россии здесь закон такой что мама и папа они на равных то есть занимаются ребенком и папа хочет он или не хочет он все равно будет делать то что делает мама вот так вот и поэтому если бы если бы были законы такие же как у нас в россии допустим нас как-то по послабже это все знаете с папиной стороны папы как-то но особо могут и не заниматься не все конечно но есть такие вот которые ну не охота вроде или еще там что-то вот если бы здесь были такие же законы их их папы были бы такие же как наш то есть мужчины они всегда мужчины это я уже подметил то есть плавить ребенка они с удовольствием куда-нибудь из плавят потому как знаете вот прошел у нас ну как мы договорились что в пятницу мы ребенка привезем то есть это получается он привез нам в среду они тут пробыли у нас вечером ушли четверг ребенок был у нас полностью мы гуляли и занимались и в пятницу мы договорились что мы увезем его домой почему договорились потому что мы поехали покупать меди вечером уже поехали покупать в миди ну вроде как же ну конечно он не говорит вот он так хорошо мне так было здорово и классно с ребенком то есть то знаете как все равно готовила все я а значит организовывала все равно это все я естественно подталкивала его заниматься ребенком это тоже я то есть он то сам особо то ничего не проявлял то есть со стола убирала тоже я то есть как бы так получалось что все я и ела вот вот такой основной знаете такую как бы черновую работу а вот это как бы но он тоже да так хорошо так классно но что я заметила вечером когда уже время начином начало к вечеру я посмотрела он быстро быстро начал сжаллюк скидывать все вещи его собирать готовить сумки значит все складывать коридор то есть даже вперед меня как говорится я еще тут ну не дал до этого он как мы пойдем еще погуляем но никуда есть уже не пошли не гулять никуда не повели его уже то есть уже все было приготовлено сумки уже стояли в общем-то ребенка уже собирали а вот он бегал собирал сжаллюк очень быстро то есть я поняла что ему быстрее нужно было его как бы издать вот да да хорошо все классно все это знаете как немножечко наиграна а вот но что интересно как мы уже собирались позвонил его папа ребенка жанлюк на меня так смотрит и говорит что то он мне сейчас звонит не как бы мы еще не выехали он нам почему он мне звонит он мне спрашивает я естественно сразу поняла причину какой плите не стала ничего говорить но думаю говорю бери трубку поговори с ним а вот ну и короче говоря он стал бы спрашивать а чего вы делаете на что же анлюк очень быстро сказал я уже собрал все все уже вещи собраны сейчас моего привезем и тот так это погрустнел в голосе как я уже сказал говорила много раз жанлюк слушает на громкой связи потому что не слышит и я волей-неволейко слышу все его такие вот разговоры и на что так голос папы погрустнел очень сильно и он такой говорит да ну ладно тогда вечером я его там еще кому-то отдам куда-то опять отдам но ребенок естественно не слышал он радовался что он поедет к своему папе вот а в субботу сегодня то есть опять ребенку куда-то отдали ну или бабушке еще кому-то почему потому что сегодня папа поехал на пикник на свое озеро жанлюк он вернулся там поработал в первой половине дня все они поработали мужчины там и сын жанлюк остались еще по на пикник до вечера на этом озере то есть получается что мальчик опять два дня будет где-то неизвестно где я единственное что сказала жанлюк и говорю ты знаешь жанлюк мне очень грустно за мальчика почему бы он год мне тоже я говорю понимаешь грустно мне потому что ну во первых он неделю живет без него мальчик живет с мамой вторую неделю он свою неделю он его отдает вот сейчас вот он с какое-то время нам отдал потом он еще кому-то потом третьим рукам отдал то есть получается что он с ним совсем и не занимается и мальчик получается один и как я уже сказала он часто разговаривал с райку мальчика говорил райка займи себя сам то есть получается что вот так он сам себя и занимает вот когда мы его привезли он побежал свою комнату тоже вот я посмотрел он вижу ему вещи не распаковывать значит его опять куда-то отдадут в общем-то грустно грустно история такая знаете нужен люк стал мигать надо его почаще забирать я говорю зачем почаще забирать да иногда можно но говорю зачем ведь папа же должен заниматься получается что будет заниматься или другая сторона то есть мама а он вообще делать ничего и не будет но вроде как поляется он в доходная заниматься своим удовольствием заниматься а ребенок будет сам по себе то есть мы так nuke еще не можем да то воспитания которое даст отец suite как помощью так делать нельзя да иногда можно но все время говорю я считаю это неправильно вот Ты представляешь, говорю, если мы будем его все время брать, это не совсем нормально. Причем папа тоже уже в последний момент сказал, вот в следующей неделе он будет у своей мамы, а вот потом я его вам отдам на несколько дней, там до школы еще. А мне, говорит, все равно, если хотите, его забирайте, то есть вот так. Ну, а у меня там как раз мои будут внуки. Вот, в следующую неделю там у меня получается, ко мне внуки приедут. То есть, ну, трое детей все-таки мне будет тяжеловато. Ну, посмотрим. В общем, не знаю, как это все пройдет. Хотя же Люк говорит, ну, давай возьмем, и я буду за ним вроде как смотреть и ухаживать. Но, вы знаете, смотрит он и ухаживает не очень-то и сильно. То есть, если я его, как говорится, не толкаю к тому, чтобы ухаживали, он этим и не занимается. То есть, вы знаете, в общем, что я хочу сказать, что мужчины, в принципе, они мужчины. Вот, и когда говорят, что такие хорошие во Франции мужчины, что они среди детьми занимаются, занимаются, потому что, ну, знаете, как их закон обязывает. Вот. Конечно, они любят своих детей. Конечно, он тоже любит своего ребенка. Естественно, он чистенький у него, но у него накормленный, как бы все это. Но, знаете, тоже накормленные. Они ходят часто в рестораны. Он так много рассказывал, мальчик, что часто ходят в Макдональдс. Вот они его кормят. Он его там кормит. Ну, то есть, такая нездоровая, на мой взгляд, пища. Пища, видимо, много чего-то не готовит. Потому что я здесь и рыбу потушила, знаете, для него. Он с удовольствием покушал рыбу. Вы знаете, пожарила. Захотелось мне пожарить свежую картошку. Я пожарила. Он говорит, Марина, ты настоящий, как он мне сказал, повар. Он мне сказал, ему так моя картошка понравилась. Знаете, такая простая, обычная картошка, которую мы жарим. Вот. Ну, я не сильно ее поджарила, так это чуть-чуть, знаете. Ну, такая симпатичная получилась, свеженькая и вкусная. Вот он тоже все съел с удовольствием. Вот так вот. То есть, вот так у нас вот тут прошло все. Вот. Причем, и бабушки-то особо, видно, и не готовят. Мы тоже спрашивали. А он тоже как-то так говорит, видимо. Ну, видимо, очень много никто ничего не готовит. Кто что-то дадут, то бутерброд дадут, то еще что-нибудь. Ну, в общем-то, ничего такого-то и, как говорится, полезного и не дают. Вот. А еще, видимо, так поняла, что бывшая жена, она же люка, она сидит с ребенком только у них дома. То есть дома у своего сына. И когда сын возвращается с работы, она возвращается в свой дом. Так вот, видимо, у них на этой почве что-то где-то тут и произошла ссора. Потому как я так поняла, что этому сыну нужно, чтобы квартира была пустая. Вроде как отдать или нам, или вот сейчас своей маме. И он-то вроде там бы и развлекался в своем удовольствии. А тут получается, что мама-то уходит, он работу закончил, мама уходит, он с ребенком остается. На самом деле она делает все правильно. И, видимо, вот на этой почве вот это у них тут как бы... Ну и стали происходить какие-то трения. Вот так вот. Вот что уж там у них, как это. Ну, знаете, как бы у меня хочется... Мне бы хотелось отдельный такой рассказ рассказать об этой женщине. Она заслуживает того, чтобы они рассказали. Такая женщина очень интересная, на мой взгляд. Вот. Как я уже говорила, она там у меня на видео есть. Немножко вскользь такая, как бы проплывает там. Ну, хочется немножечко тоже очень несколько хороших слов про нее сказать. О том, что, какая, в общем-то, как у нее. Ну, мое личное впечатление, мое личное наблюдение. Вот. Критиковать, конечно, я ее бы не могла и не хотела. Потому что женщина, она, на мой взгляд, очень даже неплохая. Вот так. Ну, это, наверное, следующий рассказ, потому что я уже много опять наговорила. Хотя, опять же, себе сказала, говорю, ну, не рассказывай, как бы. Много. Ну, что еще хотела сказать? Знаете, тут еще, как бы, несколько дней туда, два дня, наверное, ничего вам не рассказывала, не разговаривала с вами, как говорится, не рассказывала, что у нас происходит. А у нас тут, знаете, такие кипели, как говорится, страсти. Вот. У нас тут была такая, ну, в общем-то, как сериал целый произошел. Тут целая история. Ну, пока я еще это рассказывать не готова. Не знаю, нужно это или не нужно рассказывать, это или не рассказывать. Это такое, знаете, у нас вот произошло, в общем-то, как говорится, между мной и же люком. Ну, это, естественно, не из-за мальчика, потому как мальчик это отдельная история. Ну, это как бы ничего страшного, все прошло очень хорошо. А у нас вот свое между нами, как говорится. Вот, знаете, как говорится, у меня характер такой, ну, вроде, вроде как нормальный, спокойный. Ну, да, у меня, знаете, бывает тоже, мне нужно выпустить пар. Вот так. Ну, и, видимо, тут как-то вот усталость немножечко. Все вот эти, ну, приглашения, вот эти все вот... Ну, это утомляет. Все вот эти вот гости, все вот что-то, где-то, знаете, все время что-то такое неспокойное у нас дома. То вот, то и вот эта охота, на которую он собирался, и которая пока не началась. И, в общем, это тоже отдельный разговор. Вот если я соберусь, если я, допустим, посчитаю нужным, чтобы это рассказать, я, возможно, вам и расскажу. То есть, что только в нашей жизни не бывает. Ну, такое немножко личное, ну, это, кажется, везде это и происходит. Ну, в многих семьях тоже, знаете, бывают какие-то раздоры, непонимания, ну, в общем-то, ревности и прочее, прочее, прочее. То есть, ну, подумаю я. В следующий раз, может быть, завтра вам что-нибудь и расскажу, потому как надо успеть вам все рассказать тут, что у нас делается. Потом дети у меня, ну, внуки приедут, там мне уже опять будет не до рассказов, потому что, знаете, когда дети, я не могу сосредоточиться, они меня, как бы, знаете, из мысли, они начинают меня слушать. Даже мальчик, он меня слушает, как я иногда, ну, по телефону с мамой тут разговаривала со своей по-русски. Он, знаете, так слушает, смотрит, и я, как бы, тоже не могу уже на себе сосредоточиться. Вот, я на него смотрю, он на меня смотрит, в общем. Вообще, знаете, хороший мальчик, такой добрый, добрый мальчик, очень-то по-доброму. Еще даже, знаете, заметила, что если с ребенком разговаривать спокойно и не кричать, он тоже не кричит. То есть надо, вот, как бы, ну, все равно. Воспитывать надо воспитывать, детей надо тоже воспитывать. Вот, а если он, конечно, сам по себе, он и будет такой сам по себе. Вот, а так, конечно, очень отзывчивый, хороший мальчик, как бы, ну, надо только ему иногда, ну, иногда сказать, что вот это-то так вот нельзя, это вот так. И он все это очень хорошо и быстро понимает. Вот, ну, ладно, на этом я буду заканчивать такое видео о французском ребенке, мальчике, которого зовут Лоис. Вот, пока-пока, спасибо за внимание, всех вас люблю, целую, обнимаю. Ну, и до следующего видео. Завтра, может быть, с пикника, ну, чуть-чуть что-нибудь и сниму. Правда, это будет опять же лес Мирван. Говорят, кстати, он весь высох, нам сегодня сказали. Посмотрим завтра. Пока-пока.